Здравствуйте! В эфире программа «Православный взгляд». Программа не только не столько о религии, сколько о разных событиях в нашей с вами жизни. И мы вновь попытаемся взглянуть на них, в том числе и православным взглядом. Я Виталий Степкин, мой собеседник в студии, митрополит Томский Асиновский Ростислав. Владыка, здравствуйте. Здравствуйте, Виталий. Владыка, очень рад вас видеть. И мы сегодня с вами встречаемся в преддверии Дня защитника Отечества. Предлагаю вот этому событию посвятить наш сегодняшний выпуск. Я готов. Владыка, вот учитывая то, какое количество святых в русской православной церкви причислено к лейку святых из числа воинов, я правильно понимаю, что наша церковь, наша святая церковь, все-таки не на стороне пацифистов? Ну ведь воину-воину рознь. Скажем, во все времена, в том числе во времена Римской империи, в войске императора были воины-христиане, которые руководствовались не только указаниями императора, но и христианскими великими нравственными законами евангельскими. А были те воины, которые были язычниками, руководствовались идеологией языческой, лишенной любви, милосердия и сострадания. И поэтому, конечно же, церковь причислила к лику святых и каких-то людей не просто потому, что они были воинами, а потому, что они были воинами-христианами. Поскольку церковь причислила их к лику святых, то она показала, что благоугодить Богу и достигнуть святости можно на различных поприщах общественного, государственного служения, в том числе и в рамках воинской службы. О том, что воинская служба совершенно не противоречит духу закона христианского, который провозглашает прежде всего любовь человека к Богу и человека к человеку. А наоборот, является в какой-то степени исполнением этой заповеди о любви, показывает хотя бы тот факт, он написан в Евангелии, когда разные категории людей приходили к Иоанну Крестителю, который вышел на берег Иордана и проповедовал покаяние и обновление своей жизни местным жителям, говоря о том, что приближается приход, день прихода в этот мир самого Спасителя мира, и человек должен быть готовым, он должен очиститься от греха, скверной и порока, чтобы оказаться достойным к встрече с Господом. И вот очень многие люди приходили к Иоанну Крестителю и спрашивали у него, что нам делать, как быть. В том числе приходили и воины. И вот воинам Иоанн Креститель не говорил, что вы должны оставить воинскую службу, либо бросить оружие и избрать какой-нибудь любой другой образ служения своему народу и Отечеству. Он говорил им о том, что, выполняя свои обязанности, они должны ориентироваться и на нравственный закон, не обижать обидимого. То, что потом было сформулировано международным сообществом как некие правила ведения войны или законы военного времени, которые, например, тоже всегда во все века с древности предусматривали некое милосердное отношение к поверженному врагу, к пленным, к раненым. То есть в любом случае война не должна ожесточать человека. Всегда Церковь Христова заповедала человеку отделять человеческую личность и грех, который этим человеком возобладал. И поэтому Церковь всегда призывала ненавидеть грех, но любить человека. И поэтому, собственно говоря, задача любого военного противостояния не уничтожить кого-то, а остановить то зло, которое каким-то образом проявляет себя в той или другой ситуации. И, конечно же, большое приобретение как результат военных действий это исправление и переосмысление греховной позиции того противника, который раньше руководствовался не вот этими нормами христианскими, а какими-то иными, человеконенавистническими. Так было и в предшествующей эпохе, скажем, в годы Великой Отечественной войны, когда наши солдаты даже в советское время, казалось бы, когда официальной идеологией был атеизм у нашего государства, но, тем не менее, это были те люди, которые воспитывались в христианских традициях. Очень часто наши люди и солдаты, и мирные граждане оказывали дела и милосердия, пленных немцев кормили. Когда мы оказались на территории Германии, то тоже, в отличие, скажем, от некоторых западных подразделений, проявляли дела любви и милосердия. Сейчас, конечно, многие пытаются исказить историю и как раз пытаются сказать, что якобы бесчинствами отличались на территории Германии воины советские. Хотя за это расстреливали, на самом деле. Да. На самом деле, как сейчас свидетельствуют многочисленные документы, которые каждым годом все в большей и большей степени становятся доступными для исследователей, и как раз этим отличались многие другие западные вояки, но никак не наши воины. Ведь конечная цель любого противостояния, как говорят, любая война заканчивается миром, но мир не любой ценой, и мир не в любых условиях, а тогда, когда торжествует, в конце концов, справедливость, когда торжествует правда, а значит, торжествует Господь. Владыка, ну вот вы сейчас затронули тему Великой Отечественной войны и сказали про то, что война не должна ожесточать. На самом деле так, потому что вот после Великой Отечественной войны ведь появилось много людей, которые пока еще не причислены к лику святых, но в их святости мало кто сомневается. Вот даже ваш духовный отец, отец Кириллов, ведь он когда-то тоже был на фронте, ведь именно там он пришел к вере. Как вы думаете, у нас есть сейчас шанс на то, что после специальной военной операции случится какое-то духовное возрождение России? Шанс такой всегда есть. Господь такой шанс дает. Воспользуемся мы ли этим шансом, или не воспользуемся, это другой вопрос. Потому что иногда нарушение какой-то равномерного такой течения нашей жизни, когда мы встречаемся лицом к лицу с какими-то неординарными иногда опасными ситуациями, иногда вдруг мы начинаем, сбросивши розовые очки, реально оценивать свое положение, положение окружающего нас общества, куда мы идем, а не стремимся ли мы очень быстро к какой-то пропасти, куда мы можем упасть в конце концов. И вот в такие моменты приходит какое-то отрезвление. Я помню, когда произошла трагедия в Беслане, когда террористы устроили известный террористический акт, то после этого некое такое наблюдалось отрезвление, скажем, у осетинского народа. Очень многие устремились в храмы божии, стали массово принимать крещение тех, кто из молодого поколения, к сожалению, был не крещен. И поэтому в то время многие называли вот те духовные процессы, которые пошли в Осетии, называли вторым крещением Осетии. Это действительно был такой вот порыв. Но ведь существует и другая ситуация, когда несколько вот эта напряженность спадает, и когда вроде бы возвращается все на круги своя, человек очень легко иногда забывает то, что было. То есть не всегда извлекает уроки. А значит, остается опасность повторений вот каких-то не очень хороших таких вот сценариев нашей жизни. И не потому, что эти какие-то бедствия посылает нам Господь, потому что мы сами создаем условия для того, чтобы мы ввергли сами себе в такое положение. Поэтому Господь дает нам такой шанс. И мы видим, что некое оздоровление в нашем обществе, оно есть и то, что считалось большинством, наверное, в нашем обществе совершенно терпимым, приемлемым. Какие-то безнравственные поступки, в том числе и совершаемые в публичном пространстве, это ориентация на то, что сейчас принято называть некими такими западными либеральными ценностями, которые на самом деле не имеют никакого отношения ни к ценностям, ни даже к либерализму. А на самом деле являются самыми гнусными человеческими пороками. Ведь до недавнего времени наш народ как-то постепенно к этому тоже приучался, что такое тоже может быть. Вот сейчас происходит, слава Богу, переосмысление. Многие наши бойцы, в том числе, которые защищают наше Отечество, которые принимают участие в боевых действиях, это меня тоже очень радует. Они начинают свой ратный подвиг с молитвы. И неоднократно в средствах массовой информации и мы видели, как священник совершает молебен, причем он совершает не в одиночестве, когда, скажем, бойцы говорят, ну ладно, ты, батюшка, помолись, а мы вот пошли своим делом заниматься, которые тоже перед боем принимают активное участие в молитве. У многих и на шевронах их появляется изображение Христа Спасителя. Во многих наших подразделениях присутствуют стяги с образом спаса нерукотворенного. Именно такие стяги были когда-то в войсках наших великих святых предшественников, святых воинов, таких как Дмитрий Донской, Александр Невский. Конечно, это вселяет некую такую надежду на то, что оздоровление нашего общества не будет краткосрочным, а будет в такой долгосрочной перспективе, очень-очень таким укорененном. Владыка, на самом деле, не зря говорят, что на войне атеистов не бывает, действительно многие молятся. Как вы думаете, вот молятся бойцы на фронте и все равно при этом погибают, даже священники погибают, что это, неуслышанные молитвы или какой-то промысел божий? Ну, если руководствоваться вот вашей логикой, которую вы сейчас излагаете, значит, если человек верующий, он вообще никогда не должен в течение своей жизни встретиться ни с одной трудностью, и вообще у него нет шанса вообще умереть человеческой смертью, он должен жить вечно и тысячу, и две тысячи, и двадцать тысяч лет. Вот, на самом деле, жизнь человека всегда по-разному заканчивается, рано или поздно она закончится у каждого человека. Господь призывает из этой жизни человека в самое лучшее, благоприятное для него время, когда человек уходит в вечность с минимальным количеством каких-то, может быть, грехов. И поэтому, если какой-то человек погибает на поле боя, для кого-то это трагедия. Если вот кто-то считает, что он помолился, и вот пули должны лететь обязательно мимо него. А ведь важно и как умереть. Ведь человек, если он умирает за свое Отечество, если он умирает за своих близких, защищая их, тогда он выполняет ту заповедь Спасителя, которую дал своим последователям Господь, что нет больше той любви, если кто душу свою полагает за други твоя. И уйти в вечность в таком настроении, конечно, это очень большое дело. Все мы помним во времена еще, по-моему, Первой Чеченской войны подвиг мальчишки-солдата Евгения Родионова, который, собственно говоря, оказавшись в плену, не захотел снять нательный крестик, хотя, как потом рассказывали его близкие, те, кто его знали в мирной жизни, они говорили, что этот парень не отличался какой-то уж чрезмерной религиозностью, он не был каким-то вот таким завсегдатаем посетителем храма Божия, да, он был крещеный. Видимо, та среда домашняя, которая была, она позволяла ему осознавать себя христианином, православным христианином. Он не был глубоко воцерковлен. Но вот в таких экстремальных условиях он получил возможность исповедовать свою веру, и не только веру в добро, в те идеалы милосердия, любви, которые исходят из Евангелия, но и веру вот в Спасителя нашего. Вот, и для него крест был символ вот этой вот веры, олицетворения этой веры, веры православной. Конечно же, это вне сомнения подвиг христианский, и мы видим, что вот Господь так призвал, ну и думается, что дай Бог бы нам всем бы вот так покинуть этот мир, потому что рано или поздно мы все уходим из этой жизни, но уходят все по-разному. И как я в одной из предыдущих наших передач мы говорили, можно уйти из этой жизни подлецом, человеком, который совершил какую-то подлость, предательство. Вот, а можно уйти вот так, исполнив до конца заповедь Божию. И поэтому я думаю, что в любом случае молитва помогает тем людям не только сохранить свою жизнь, вот эту временную и земную, но самое главное – это сохранить свою душу от всякой грязи и нечистоты, такой нравственной, для того, чтобы оказаться достойным с чистой совестью. И предстать пред Богом. Владыка, давайте перейдем ко второй части нашей программы. 25 февраля, если не ошибаюсь, наша церковь будет праздновать память Иверской иконы Божьей Матери. Ну, для Томска сложно переоценить значимость этого святого образа, но я хочу, чтобы рассказали о нем именно вы. Иверская икона Божьей Матери очень почитаема на Святой Афонской горе, где она явилась еще во времена иконоборчества, которые разразились в Византии. И одна женщина, которая проживала в Никее, это недалеко от Константинополя, у нее была эта икона, и когда воины пришли к ней с обыском и хотели эту икону уничтожить, женщина попросила их дать ей возможность самой эту икону удалить из своего дома. И под покровом ночи вместе со своим сыном она относит к берегу Босфора этот святой образ, пускает его по воде, говоря, Матерь Божья, больше я твою икону хранить не могу, ты сама свой образ сохраняя икона, по морю пошла и в конце концов достигла Афонского полуострова. И недалеко, в бухте, недалеко от монастыря Иверон, который основан был грузинскими монахами, эта икона появилась. И Матерь Божья явилась одному из старцев монастыря, праведному преподобному Гавриилу, и повелела, чтобы он вместе с братьями монастыря шел к берегу моря и встретил эту бесценную святыню. И действительно, они в море обнаружили эту икону, она была занесена в храм, причем каждый раз, это повторялось многократно, монахи, когда наутро приходили в церковь для участия в богослужении, то в храме иконы не находили. Она каким-то образом из закрытого храма сама переносилась к монастырским воротам, к входу в монастырь. И когда это повторялось многократно, то Матерь Божья снова явившись старцу Гавриилу сказала, оставьте мою икону при вратах. Хочу, чтобы не вы меня хранили, а я буду вашей хранительницей и вратарницей, привратницей. Поэтому греки часто называют икону Божией Матери, которую мы называем иверская порта и тисса, то есть вратарница, привратница. И тогда монахи там при воротах устроили небольшую церковь, где и помещена была икона Божией Матери, как в некой сторожке, и таким образом Матерь Божья встала на страже иверского монастыря, и святой Афонской горы, источая огромное количество чудес, проявляя силу, защищающую Афон. Поэтому на Афоне сложилось такое предание, что до тех пор, пока иверская икона будет находиться на святой Афонской горе, то афонитам, афонским монахам, агиоритам не следует ничего опасаться. И вот когда вести о многочисленных чудесах от этой иконы, которая являлась и воспринималась как хранительница Афона, достиглой русской земли, то патриарх всероссийский Никон очень хотел, чтобы и на русской земле была такая икона. Он основал на Валдае монастырь в честь иверской иконы Божией Матери, а в Греции на Афоне афонским монахам заказал точную копию, список с этой древней прославленной иконы, которая на Афоне монахами писалась, была там освящена, и потом торжественно принесена на Русь, нашу страну. Когда икона оказалась у нас в России, то и русские люди не просто понаслышке, но воочию увидели особые милости Царицы Небесной, которой через этот образ она являла. Поэтому в Москве на Красной площади у Воскресенских ворот появляется часовня, похожая немножко на ту церковку, небольшую, где на Афоне и пребывает иверская чудотворная икона Божией Матери. Эта часовня стала именоваться иверской, и Матерь Божья икона, список с иверской иконы был поставлен в этой часовне на Красной площади, таким образом, как на Афоне Матерь Божья, находясь при вратах иверской обители, явилась стражем Афона, так и в России, оказавшись на страже, Красной площади, Кремля, а значит и всей России, Матерь Божья распростерла свой покров над нашим народом. Ну и город Томск в этом отношении тоже не является исключением, как русский город. В 1854 году, когда в Томск прибыл третий по счету епископ Томский, Парфений, то он увидел, что центральная площадь нашего города Томска пребывает в каком-то запущенном состоянии. А на этой площади когда-то находилась еще в деревянном исполнении Богоявленская церковь. Потом она была в кирпиче уже построена на немножко другом месте, а вот место старой церкви пребывало в небрежении. Считая это недопустимым, владыка Парфений обсудил этот вопрос с тогдашним губернатором, было решено это место ознаменовать, святое место, где молились наши предки, ознаменовать воздвижением часовни. И долго, в общем-то, и не следовало дискутировать, в честь чего эта часовня должна быть воздвигнута и поставлена. Было решено осветить ее в честь Иверской иконы Божией Матери. Для этой часовни тоже специально пишется в Москве, там освещается в Иверской часовне на Красной площади икона Пресвятой Богородицы, которая пребывает в Томск, как страж неусыпной и хранительницей города Томска. И поэтому томичи тоже, уже воочию увидев силу заступничества Божией Матери, стали называть вот эту Иверскую икону Томская градодержательница, а саму Иверскую часовню называли духовными воротами Томска. И ни один томич не совершал ни одного более-менее важного дела без молитвы перед этой иконой и спрашивая благословения и заступничества Божией Матери. В годы безбожия, к сожалению, эта часовня была безбожниками разрушена. И, казалось бы, почему Матерь Божия, которая хранительница Афона, хранительница Руси, Томска, попустила, что разрушена и несохранена была часовня. Но на самом деле это тоже было не без промысла Божия. Когда сердца человеческие стали охладевать в молитве к Царице Небесной, Матерь Божия забрала то, что она когда-то так милостиво и щедро дала нашим предкам. Но потом мы сегодня говорили о многих шансах, которые дает нам Господь для какого-то духовного возрождения. И вот в 2002 году в рекордно короткие сроки за несколько месяцев эта часовня была спроектирована, были оформлены все необходимые документы, и за несколько месяцев она была возведена. И в мае 2002 года святейший патриарх Алексей Второй во время своего первосвятительского посещения Томска осветил эту часовню. А с Афона была привезена икона, иверская икона Божией Матери, которая так же, как когда-то во времена патриарха Никона была монахами, афонитами, написана на Святой Горе, там освящена, приложена к чудотворному первообразу и прибыла в наш город. И поэтому, хотя праздник иверской иконы Божией Матери это праздник для каждого человека, живущего в нашей стране в том числе, но для нас там мечей это особый день. Поэтому всегда в Иверской часовне в этот день с утра до вечера идут непрестанные молебны. Духовенство разных храмов со своими прихожанами приходит в Иверскую часовню и несет свою череду. И поэтому молебны совершаются с времени утреннего и до вечера. Спасибо большое, Владыка. У нас остались еще облиц вопросы. В финале программы уже совсем мало времени остается, поэтому традиционно прошу ответить лаконично. Церковь негативно относится к уринотерапии, при этом хорошо известно, что моча младенцев хорошо снимает отек при ушибах. Это народное средство. Такой компресс не возбраняется или тоже возбраняется? Ну, я не медик, поэтому, скажем, о каких-то лечебных средствах следует советоваться с медицинскими работниками. Но на самом деле, когда, что касается уринотерапии, это совершенно недопустимо с точки зрения христианина. Почему? Потому что, ну, невозможно одними устами принимать нечистоту и принимать тело Христово. Осквернять уста чем-то таким нечистым, вот, и одновременно прославлять Господа словами молитв и церковных песнопений. Конечно, Господь говорит, что прежде всего оскверняет человека не то, что входит в него, а то, что исходит. И, конечно, куда большим злом является, когда подобная нечистота извергается из нашего сердца в виде злобы, в виде ненависти, клеветы, осуждения. Но, тем не менее, все-таки человек должен соблюдать чистоту и внешнею, понимая, что мы являемся храмами Божьими, как говорил апостол Павел, и в каждом верующем человеке пребывает Дух Святой, и поэтому, конечно же, необходимо содержать и в духовной, и в физической чистоте свое тело. Во многих ресторанах подают стейк с кровью. Это подходит под апостольский запрет воздерживаться от оскверненного идолами, от блуда, удавления на и крови? Совершенно для христианина неприемлемо употребление мяса с кровью, и вот, когда там предлагают, и даже такое, казалось бы, лечебное средство, которым иногда пичкают и детей, как гематоген, он тоже с христианской точки зрения то, что недопустимо, потому что это изготавливается из крови, вот, есть виды колбас с кровью, это тоже недопустимо. И когда в первом веке, во времена еще апостолов, стал вопрос, какие заповеди должны соблюдать те христиане, которые становятся чадами христианской церкви, приходя туда не из иудаизма, а из язычества, вот, и следует ли им соблюдать все предписания ветхозаветного закона Моисеева, то апостолы постановили на своем апостольском соборе не обременять таковых христиан какими-то ритуальными такими вот предписаниями Моисеева закона, но сохранили для всех христиан без исключения, будь то они из язычников или из евреев, ну, соблюдение каких-то основных таких нравственных принципов, в том числе это воздерживаться от крови, идоложертвенного, блуда, то есть то, что действительно оскверняет человека. Спасибо большое, Владыка, напомню нашим телезрителям, что любой из вас может прислать вопрос в нашу программу, пишите, православие70 собака мейл.ру, ждем не только ваши вопросы, но и предложения о том, какой теме посвятить нашу следующую программу. Владыка, мне было очень приятно с вами пообщаться в очередной раз. Также взаимно, Виталий, но нашим уважаемым дорогим телезрителям желаю доброго здоровья и благословения Божия. Храни всех нас, Господь. Это была программа «Православный взгляд». Еще увидимся. До новых встреч.